Вот этот лук, вот этот печень, вот это мясо, а вот это черемша. Чеченцы очень любят черемшу. Сталик, что вы собираетесь делать из этих продуктов? Дядя Адам, вот это все в казан брошу. Все вместе? Оно не сразу, постепенно. Каждому овощу свое время говорится. Это точно. Вот, это все брошу. Как говорит узбекский плов готовить? Он говорит, казан бросаешь, баран бросаешь, дрова бросаешь, жена бросаешь. Покупаешь билет в Москву, едешь там на ВДНХ, готовишь плов. Мы сегодня все это в казан бросим, сверху рис добавим. И вот эти продукты, все эти продукты я знаю, что чеченцы любят. Здесь курдюк, а это копченый курдюк. А, вот это курдюк. Копченый курдюк, это имбрагим сосед вчера принес и угостил. Печень любят, зелень любят, черемшу очень любят. Без мяса жить не могут. Это точно. Если рис добавить, получится плов. Зеленый чеченский плов, плов с черемшой. Плов чеченский номер 2, потому что обычный мы уже готовили. А вот плов с черемшой, это будет новинка. Это моя вариация. Я подгоняю некоторые известные мне пловы под вкус чеченского народа. Потому что хороший народ один плов не должен готовить. Хороший народ хотя бы 2, хотя бы 3 или 5 видов плова должен готовить. Масло налью, 1 стакан растительное масло, простое, самое обыкновенное. Там еще будет курдюк и стакан масла. Вместе хорошо будет, отлично получится. Казан горячий, сердце горячее, масло наливаем. Пусть масло нагреется, даже чтобы чуть-чуть дымок пошел. Дым пойдет, вкусно запахнет, соседи понюхают, Скажет, о, опять Адам что-то вкусно готовит. Надо пойти в гости. Пусть приходят, пусть приходят. По-узбекски еще как говорится, говорят, будь готов. Он говорит, на жирный плов всегда готов. Салик, это первый плов, который вы готовите в таком рецепте? Именно в таком виде я готовил его весной 2020 года в городе Грозный. Проводился фестиваль черемши. И я там приготовил точно такой же плов. Многим понравилось, некоторым не очень. Сейчас мы еще раз проверим. Я сегодня уже буду готовить его с некоторым опытом и в более спокойной обстановке. А там тысячи людей, все мне вопросы задавали. Опускаю первым делом мясо. Хочу мясо пожарить, чтобы красное стало. Какая разница, мясо или печень? То есть печень бросить первую. Печень быстро готовится. Если ее долго готовить, она получится сухая, жесткая и невкусная. А мясо я могу пожарить, потом лук добавить, потом еще добавим зелень, воду немножко. Мясо, когда поварится, оно размягчится снова. Вот посмотрите, видите, какое мясо стало? Одна минута, и оно красненькое стало. Лучше не готово. Просто цвет хороший и запах хороший. И значит, и вкус будет хороший. Это от масла зависит? Да, от масла, от казана, от огня, от солнца, от земли. Солнце землю грело, растения выросли, дрова выросли. Дрова, энергию накопили, сейчас отдают. Вот дрова, аккумулятор. Аккумулятор солнечной энергии. Баран тоже под солнцем ходил, грелся, травку кушал, которую солнцем выросло. И он дает энергию нам, людям. Дрова, энергию казану, а баран, энергию напрямую нам, людям. Домашние бывают бараны, которые на корме стоят под навесом. Они не такие вкусные бывают, мясо. А которые травоядные, на альпийских лугах. Оттуда и бывает, что люди покупают, то разбирают баранов, потому что это чистую. Они траву кушают, и мясо такое тоже неблагодарное. Бывают очень вкусные. А этот баран откуда был? У вас в Урус-Мартане на базаре купил, мясо купил. Подошел, говорю, дай мне четверть барана. Он говорит, тебе разрубить? Я говорю, я ножом сделаю. Он говорит, а ты умеешь? Я говорю, ты у кого спрашиваешь? А потом они меня узнали. Теперь уже я прохожу, а они говорят, Салам алейкум, какое мясо сегодня будешь покупать? За одну неделю я со всеми мясниками подружился. Я говорю, что лук брошу. Этот плов, я думаю, не должен быть слишком жирный. Он должен быть такой комфортный, чтобы и женщины могли поесть, и дети могли поесть, и пожилые люди могли поесть. Если бы я готовил для одних мужиков, я бы еще курдюк вытопил здесь, жира бы добавил. Молодым мужикам побольше жира надо давать. И жира, и мясо, и калории им нужны. Потому что хороший, если тренированный мужской организм, он как мощный двигатель должен употреблять много энергии. Ему калорийную еду надо давать. Сейчас очередь соль. Соль буду солить. Мясо требует соль. Какой продукт сильнее посолишь, тот продукт в готовом плове ярче будет выглядеть. Вкус этого продукта и выделяется. Сейчас здесь мясо у нас. Я положу хорошую ложку соли. И у плова получится мясной вкус. Вот теперь самое время для печени. Печени здесь килограммчик, наверное. Был килограмм мяса, килограмм печени. Ну, еще другие продукты и 2 килограмма риса. Это хорошее соотношение. Некоторые люди говорят, побольше мяса добавь, вкуснее будет. Нет, вкуснее не будет. Должен быть расчет. Печень быстренько помешаю. Подайте, пожалуйста, черный перец. Вот печень любит черный перец. Печень и черный перец очень хорошо сочетаются. Я прямо целую ложку кладу, и вкусно будет. А вот со стороны кальция, как будто вы много положили. В еды получится почти полный казан. Для этого почти целого казана одна ложка перца почти ничего. Просто вкуснее будет, и все. Никто даже не скажет, что перца много положил. Никто даже не узнает. Зато все скажут, ох, как много ты кинзы положил. Вот у нас зелени много, видите, целый тазик. Вот кинза. Здесь кинза, здесь зеленый лук, вот здесь щавель немного порезали, укроп, петрушка. Что на базаре было, то купили. Будет базилик зеленый, тоже положить. Все зеленые растения, зелени, которые можно съесть, нужно класть. Но кинзы больше всего. Кинзы, например, 5 пучков. Один пучок лука, один пучок укропа, один пучок петрушка, щавель. Ну, щавель были маленькие пучки, я 2 пучка взял. Вот она. Вот где витамины. М-м-м, как красиво. Вот это да. Так, а чего вы так разволновались? Я тут наблюдаю за чатом. Ну, подумаешь, в плов положили не морковь, а зелень. Подумаешь, плов готовят не только с мясом, но и с печенью. Вы бы знали, как это вкусно. В конце концов, волноваться нет причины. Ведь мы разговариваем всего лишь навсего о кулинарии. Если вы устали, то давайте сделаем перемену. Несколько минут на чай. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дядя Адам, но самый главный кавказский витамин, Это курдючное сало. Вот то курдючное сало будет кушать, то его никакой гриб, никакой вирус, никакая простуда не возьмет. Копченое и половина сырого обычного. Закладываем, пускай растает. Вот сейчас вы бросили вот этот жир, она растает. Конечно, растает. Его там почти что и не найдешь. Захочешь найти, где там был жир, с рисом перепутаешь. Ну, там остатки жира будут немножко, чуть-чуть. А так с каждого кусочка капелька ароматного жира выйдет. Этот ароматный жир еще возьмет свой запах от зелени и от мяса. И потом попадет на рис. Вот рисинку смотришь под микроскопом, а сверху капелька этого жира, пропитанного зеленью, мясом, перцем, луком, печенью. Когда хороший плов хочешь приготовить, рядом должна кипеть вода. Вот поставили. Спасибо, ребята. Пару литров воды. А почему воды добавляете? Сейчас туда рис будем опускать. Рис – это такой продукт, который пьет воду, потому что главное вещество, которое содержится в рисе – это крахмал. Когда рис свежий, он никакого постороннего запаха не имеет. И он хороший вкус имеет. Вот старики узбеки, ваши ровесники, когда плов покушают, хотят похвалить повара. Они говорят, что рахмат, сынок, спасибо. Плов очень сладкий был. Это что означает? Что крахмал, который содержится в рисе, он сработал так, как надо. Дядя Адам, посмотрите, какой рис. Этот рис для меня как белое золото. Посмотрите. Как снег белый. Вот какой рис. Видите, как разбух? Его замочили, 20 минут постоял, и уже как он вырос. Понимаете, крахмал впитывает в воду, разбухает. Сейчас он попадет в кипяток. И когда попадет в кипяток, рис очень быстро заваривается, кристеризуется. Я вот эту лишнюю воду солью сюда, вар их можно? Да, можно. Но прежде, чем опускать рис, я должен опустить вот эту черемшу. Все остальные продукты можно готовить и подольше, а эту нужно готовить поменьше, чтобы она свой особый запах, аромат не растеряла. Оказывается, в Сибири, Забайкалье тоже очень любят черемшу. Правда, у них она поспевает уже ближе к лету, здесь-то в марте-феврале, а там ближе к лету поспевает, но они собирают. Даже в Сибири растет черемша? Да. А вы пробовали вот сибирский черемшу? Я еще не пробовал. Интересно. А кто-нибудь пришлет из подписчиков? Из черемши, из зелени, из других продуктов сейчас будет выходить сок. А рис, этот сок будет впитывать в себя. Мясной сок, масло, вот это вот сок от зелени, от черемши. Вот так вот надо было снять. Китайцы, вьетнамцы рис посадят и туда еще рыбу запускают. Не только рис выходит, еще рыба ворачивается. Я подброшу щепки, нужно сейчас посильнее огонь, поярче, чтобы закипело хорошо. Ну, пошла. Еще чуть-чуть воду добавим, чтобы вода покрыла этот рис. Когда выпьет эту воду рис, проверим, как он готов. Мало будет, еще можем чуть-чуть добавить. Ну, а пока что надо посолить и добавить огня, чтобы закипело ненадолго, минут на 5 хотя бы. А потом посмотрим. Вот рис соль любит. Когда на узбекскую свадьбу плов готовят, бывает больших казанах готовят. Этот казан, вот раз, два, три, четыре уха, четыре человека несут. Бывает, казан 8 человек должны нести. И казан такой, что один человек с ним не справится. Если казан более-менее такой средний, то один сверху смотрит, а один снизу на огонь смотрит. А если казан большой, пара поваров сверху, а здесь снизу один щепки дает, другой дрова дает, один тяпкой огонь ровняет, чтобы равномерно кипело. А потом говорят, что повар хорошо сварил плов. От кочегара многое зависит. Если огонь неправильный будет, плов не получится. Вот смотрите, видите, рис белый здесь остался. Вот здесь вот он зеленеет, а вот это белый остался. Здесь плохо кипит. Я его вот так вот открою, сейчас здесь закипит. Вот сразу закипело, видите? А народу много бывает на свадьбе? Слава Богу, много. За тысячу бывает? Ну, если богатая свадьба бывает. Люди разные, свадьбы разные, но все равно... Да-да-да. Хоть для узбеков сделать свадьбу, это дело чести. Особенно, говорят, суннат той, когда мальчикам обрезание делают. Это больше делают даже, чем женитьба. Собирается много людей, потому что эта свадьба не столько для отца мальчика, сколько для его деда. А у деда уже друзей много, еще у отца много тоже. Бывает так, свадьба начинается в 5-6 утра. В 5-6 утра приходит махаля, все соседи приходят, мужики. Мужчины приходят на свадьбу, покушают и идут на работу. В 8 часов уже все, на свадьбе нет никого. А женщины? А женщины часов 10-11 приходят на свадьбу с махалей. Они покушают, ушли, в обед начинают идти друзья жениха или друзья невесты, либо друзья родителей этого мальчика. Ну, родители где-то работают. Вот оттуда все люди садятся на один автобус, коллектив приедет на обед. И приезжает коллектив, они кушают. Вечером там уже начинаются музыканты, танцы, молодежь. Например, музыканты на вечернюю свадьбу не очень любят ходить. Молодежь замучает, скажет, что ту играй, ту играй, до часа ночи играй, до 2 часов ночи играй. Утром все солидно, там спокойные песни, такие старинные песни поют. И люди взрослые, там утром в основном, конечно, безалкогольно. Все чим по чину. Ох и рис, ох и рис. Вы должны, ребята, подойти и показать какой-то рис. Это супер, а не рис. Это просто супер. Вы видите, сколько риса стало. Его же было не так уж много. Как будто больше. Конечно. Он опухает, растет. А вот посмотрите, какой рис. Ох, мой запах тоже очень хороший. Посмотрите. Крупное. Сейчас тоже пригорает. Все, больше не снимаем. Соберем кучкой. И теперь берем большое блюдо. Пар идет, видите, от риса. Да, да, сверху. Вот рис должен попариться. Это его второй этап приготовления. Вот он зирвак выпил, разбух. Но это еще не плов, это еще вареный рис. Чтобы он стал пловом, он должен от 25 до 40 минут постоять на пару. Здесь у нас щавель, щавелевая кислота. Она выступит как катализатор для того, чтобы с рисом, вернее с этим крахмалом произошла реакция, и что плов стал сладкий. Вот послушаем, что вы скажете. Дядя Адам Сатуев, знаменитый и уважаемый в Чечне человек, почетный гражданин Чечни, которого любят все от соседских детей, начиная и заканчивая президентом, к которому приезжают со всех краев, который всех принимает так, как нас сегодня принял. Уже целую неделю мы в гостях у него находимся. У меня уже волнение возникает. Не надоели ли мы случайно вам? Наоборот, вот так подумал я сегодня, что вы сегодня уедете, мне на душе стало грустно. Я вам честное слово говорю. Мне за честь было, что вы приехали ко мне, все выбрали мое место здесь. И мы с вами здесь провели такое прекрасное время. Провели. Я еще поел вашу еду. Мне это очень все понравилось. Конечно, я буду ждать вас обязательно снова. Дядя Адам, ехать надо, потому что мы собрали богатый материал для книги о чеченской кухне. Теперь эту книгу предстоит еще написать слова, собрать, разобрать все фотографии, иллюстрации и издать эту книгу. Вот я прошу вас, чтобы вы прочитали молитву и благословили нас на эту работу. Спасибо. 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 Чтобы у вас обязательно получилось. Потому что тем, чем вы занимаетесь, это нужное дело для людей, для человечества. Те люди, которые смотрят, миллионы, миллионы любят вас, смотрят и какую-то пользу из себя берут от всего этого. Это очень здорово. Значит, вы не зря живете свою жизнь. Спасибо вам. Угольки расправлю. Угольки нужно, чтобы на стенке казана, чтобы уголь на стенке казана грел. Чтобы он не грел, дно казана. Дно казана пригорит. А вот так вот я сделаю здесь свободное место под дном. Уголь по краям, минут 20 постоит. Вы можете прогуляться, сделать приятный аппетит. Ну, как прогулка? Прогулка, честно сказать, каждый раз, когда я попадаю в больницу, я жду вернуться сюда обратно и такой от души прохожу. Вот как я сейчас прошел, я прошел от всей души. Я не замечал вокруг никого, кроме себя. Скажите, пожалуйста, как насчет аппетита? Аппетит сейчас появился, очень сильный аппетит. Буду кушать с удовольствием. Зеленый плов с черемшой. Плов с черемшой, который мы с вами приготовили первыми. Черемшой. Какой запах. Мясом и печенью. Ох, аж очки вспотели от волнения. Чеченцы любят, когда говорят первое. Второе место у нас не читается. А нам не надо второе. Какой бы ты сильное соревнование выиграл, первый всегда читает. А вот этот первый плов, да? Ни один народ не имеет плов с черемшой. Вот чеченцы будут иметь. Я буду накладывать. Соловья басами не кормят. Давай тогда кладем. Два больших блюда понадобятся. А мы будем пробовать. Приятный момент. Приятно отдавать свое блюдо в руки уважаемому человеку. Тем более, когда премьера блюда. Два отличных красивых блюда. А этот плов я закрою, потому что вдруг гости придут. Гости придут, чтобы для них горячий был. Подаю вам. Адам, вот ложка. Это не на нас двоих, разумеется. Это на большую компанию. Но попробуем первыми мы с Адамом. А вам расскажем. Присядем? Приятного аппетита. Вы первые. Приятно посмотреть, когда человек почувствовал вкус и аж причурился от удовольствия. Каждый раз, когда пробуешь еду, почему-то улыбка появляется на лице. Вот у меня бывает вот такое. Очень вкусно. Очень вкусно. Черенша вкус раскрыла. Когда ты готовил, кладывал туда разные продукты, все равно в душе я думал, как она будет пахнуть, какой вкус у нее будет. Вот получился необыкновенное чудо. Попробуйте кусочек печени. Теперь можно смело назвать чеченский плов. Нет, можно я как автор изменю. Я скажу, что этот плов будет называться донда плов. Вы согласны? Для этого стоит жить на этом белом свете. Огромное спасибо. Огромное спасибо.